Всем огромный привет! Сегодня, наверное, будем снимать видео об уходе за лицом. Очень давно собиралась снять такого рода видео, но все время откладывала, потому что считала, что нет, вот сейчас еще пока это не идеальные средства, которые я могла бы порекомендовать вам. Ну, вот, наверное, по истечении времени я все-таки поняла, что пока я не нашла этих идеальных средств, и поэтому, наверное, сегодня будем говорить о тех средствах, которые есть у меня на данный момент. Наверное, начнем с кремов, потому что их я купила на выставке Интершарм, и очень многие ждут моей какой-то оценки, тем более было время уже попробовать и понять, подходят они мне или нет, поэтому, наверное, начнем с двух кремов от Натур Сибирики. У меня крема идут для сухой кожи. Сразу скажу, что кожа у меня сухая, очень чувствительная, склонная к покраснениям. Она не настолько идеальная, как вам кажется. Ранние морщинки, да, из-за сухости, то есть есть мимические морщинки, просто, возможно, где-то свет, где-то я какими-то бликами скрываю это, вот, и, ну, вам кажется, что она идеальная. Нет, к сожалению, не идеальная, но я стремлюсь хорошо и тщательно ухаживать за ней, ищу какие-то средства, которые бы помогали мне в этом. Ну, пока ищу. И кожа, кстати, очень сильно реагирует у меня. Если хороший уход, то она мне очень благодарна. Если же чуть-чуть что-то не так, сразу сильно реагирует. То есть она очень чувствительная. Итак, не будем отвлекаться. Натур Сибири, у меня дневной и ночной крем. Крема недорогие. Я покупала их по 70 гривен. Это меньше 10 долларов, то есть где-то по 9 долларов каждый. Что могу сказать? Значит, консистенция у них такая вот, то есть они достаточно такие плотненькие, да, то есть запах приятный, приятный, но есть какой-то вот такой ментоловый, что ли, такой привкус, ну, вкусом не назовешь, да, ну, то есть пахнет немного ментолом. Когда я начала пользоваться этими кремами, мне было недостаточно увлажнения, то есть моя кожа чувствовала некую стянутость, то есть когда трогаешь, вроде бы мягко увлажненно, но по ощущениям все-таки мне не доставало какой-то комфортности. Потом это было несколько дней такой эффект, потом вроде бы моя кожа привыкла, такого эффекта стянутости не было, но появилась другая проблема. Я просто тестировала эти два крема, не пользовалась другими средствами никакими неделю, и моя кожа отреагировала очень нехорошо, то есть у меня появилось ощущение, что забились очень сильно поры, потому что у меня появились высыпания на подбородке и в зоне вот здесь возле носа, ну, то есть появились неприятные высыпания, и кожа стала не в хорошем состоянии. Еще заметила, что когда, например, после того, как я попользовалась кремом, и я вечером умываюсь после дня ношения, да, скажем так, то есть крем вроде бы впитаться должен был, но когда я его смываю, я чувствую, что она осталась на коже, то есть вот смывается, чувствуется жирно, то есть мне кажется, что хороший крем, он должен впитаться, и никаких остатков не должно быть сверху. Ну, может, я ошибаюсь, вы мне скажите. В общем, по пятибалльной оценке крем тянет на троечку, по крайней мере, для моей кожи. Возможно, если вам до 25 лет, крем еще подойдет, наверное, уже после ничего хорошего он не может дать, то есть это слабо, крема просто слабо работает на самом деле, еще плюс сбивают поры, поэтому мне не очень подошли крема натурсиберика, я, по крайней мере, больше не куплю, то есть я, конечно, допользуюсь, но буду еще пробовать что-то более серьезное. Ну, вот как я всегда склонялась к профессиональной косметике, я очередной раз убеждаюсь, что, ну, надо, наверное, и пользоваться профессиональной косметикой. Дальше, кстати, о профессиональной косметике, да, следующий крем, который я купила, это регенерирующий крем от Лакрима, это российская компания, мне посоветовал косметолог этот крем, но немножечко я с ним не угадала, я думаю, что, может быть, он мне подошел бы летом, либо подошел он смешанному типу кожи, жирной, мне его не хватает, точно так же, как натурсиберики, ну, вот сейчас просто похолодало, и моя кожа требует очень сильного питания и увлажнения. Этот крем, он очень легкий, он, вот он даже брызгается, то есть он как водичка, вообще легкий-легкий, как флюид, но он не флюид, то есть он регенерирующий, вроде бы у него очень много функций, но вот он такой вот совсем-совсем легкий водичкой, и запах, скажу вам честно, ну, старого советского крема, то есть не очень мне нравится, и вот с этим кремом я тоже прогадала, то есть получилось, что я купила себе крема, и они мне не подходят, к сожалению. Сразу же, чтобы уже закончить разговор о кремах, скажу, что летом я пользовалась, помимо вот этого вот клапа, да, флюида, который мне очень-очень нравился, он уже закончился, очень жаль, я пользовалась, вот у меня очень много использованных пробничков, тут и ночной, и дневной, и серум, в общем, тут и маски, это фирма, ну, компания, называется Свиш Клиникал, это косметика, не содержит ни парабенов, наталой в воде Альп, ну, то есть, в общем, супер-пупер, не дешевая косметика, я, у меня была возможность просто брать пробники, и получается, что я тестировала долгое время, да, то есть я пользовалась долго пробниками, и на данный момент эта косметика является моим фаворитом, моя кожа просто на ура приняла, и я все-таки планирую купить себе, ну, немножечко, как говорится, подсобрать, и купить уход от Свиш Клиникал, то есть ночной, дневной, и, возможно, маску, тут очень-очень классная, увлажняющая маска, вообще просто невероятная, так что Свиш Клиникал пока в моих мечтах, вот, надеюсь, что куплю себе, потому что мне очень подошел, кожа моя была в восторге, дальше, по уходу, что у меня имеется, могли видеть, конечно же, мицеллярная вода от Ифроше, немножечко попользовалась, пока так, нет, немного использовала, в принципе, хорошая, но все-таки от Биодерма мицеллярная вода все равно вне конкурса, лучше, чем это, это не одним движением, да, смывает макияж, а надо несколько раз ваткой провести, а Биодерма, конечно, сразу напрочь все убирает, вот, но все равно хорошая, и Фреши, обратите внимание, пахнет приятно, в общем, умываюсь утром я мылом, вот клиник, у многих девочек есть такие умывалочки в жидком виде, да, у меня мыло, в общем, утром я умываюсь, иногда даже могу макияж смыть, когда лень там чего-то, и в поездку взять, в общем, не знаю, удобная вещь, и хорошо очищает кожу, также у меня есть, в миниатюре вот такая вот, вот клиник, видно, но, да, это лосьон, он очень сильно пахнет спиртом, и, итак, этим средством я пользуюсь, как раз в те моменты, когда у меня есть какие-то высыпания, или слишком забитые поры, что недавно и произошло, то есть, вот я реанимировалась этим средством, я протираю, и оно мне служит, как антисептическое средство, то есть, для моей сухой кожи, конечно же, слишком часто пользоваться этим лосьоном нельзя, но вот я местна, на какие-то места, очень отлично мне помогает, то есть, ну, вот, отличное средство, в таких случаях, дальше, что у меня есть, у меня есть вот такой вот тоник, артист 3, тоник для поддержания баланса жирности кожи лица, в принципе, он такой, я так понимаю, что тоже для смешанного типа, но, мне он не сушит кожу, я просто тоники, в принципе, не очень люблю, поэтому, он у меня очень давно, но вот использовала я его совсем немножечко, это бывает в редких случаях, когда меня пробивает, вот, протереть лицо тоником, как-то, не сложилось с тониками, в общем, есть он у меня, вот, когда хочется, я иногда им пользуюсь, так, ну, есть у меня смывка, средство для удаления макияжа с глаз от Невея, ну, знаете, да, двухфазное, достаточно жирное, после него мне хочется, еще умыть лицо, потому что, вот, как раз оно тоже, мне кажется, очень сильно так забивает, да, ну, понятно, что он только для глаз, ну, вот, я после него еще умываюсь обязательно, потому что такая жирная пленка, неприятно на лице, остались у меня тут маски, еще, значит, есть вот такое вот средство, это тоже лакрима, это та же компания, вот, что я и крем покупала, он хороший, но не для моей кожи, в общем, такая оценка ему, а вот гель, эксфолиант, я им очень-очень довольна, им пользуюсь, хорошо очищает мне кожу, не царапает, вот, очень гранулы такие, как раз для чувствительной, для сухой кожи, вообще не травмирует кожу, и замечательно пахнет, очень хорошее средство, вот, я на него равнялась, что оно мне вот подходит, лакрима, да, ну, тут просто с кремом не угадала, вообще, в принципе, неплохая косметика, также у меня вот и фреши, очищающая такая масочка, трехминутная, отлично, она действительно хорошо очищает, и она мне досталась в подарок, когда я покупала там много всего-всего, вот, но, вот, то, что тут написано, что она очень быстро очищает кожу, освежает, там, осветляет, ну, действительно очищает, правда, вот, присмотритесь, попробуйте, так, что у меня с масочками, в принципе, все, что вы знаете, да, опять же, от Lush, маска, очищающая, фу, замечательно, воняющая, вот, не могу, запах, конечно, меня убивает, но, я ее беру, все время беру с собой в сауну, когда разогреваю, и очищаю, с подружкой, намажем все зеленые, и пугаем там всех, и последняя масочка у меня, Анна Симоняна, остатки, остатки сладкие, это как раз очень дорогой косметики, она крем-маска, то есть, я ее наношу, и она высыхает, то есть, я даже не смываю ее, вот, этой масочкой я просто балую свою кожу, в принципе, вот, все, да, то есть, тут у меня еще остатки какие-то, то есть, это пустые, с Исклиникал, но есть еще, вот, серум есть целый, то есть, я еще берегу, есть какие-то пробнички еще у меня, Тальго, тоже хорошая, профессиональная линия, ну, вот, что могу сказать, из всего, что у меня есть, я, конечно же, отдаю предпочтение Свиш Клиникал, и, надеюсь, в скором будущем приобрести эту косметику, надеюсь, вам мой обзор был интересен, как видите, ничего сверхъестественного, ничего такого, а, вот еще маску я забыла, да, это Царство ароматов, тоже в Крыму покупала, морковная, для нормальной сухой кожи, я показывала, в покупках делала обзор, она с кусочками морковки, неплохо увлажняет, и осветляет кожу, хорошая маска, в общем, да, ничего особенного, да, в моем уходе нет, приобрету Свиш Клиникал, буду счастлива, на седьмом небе от счастья, но пока я пользуюсь тем, что у меня есть, опять же, делаю биоревитализацию, после первой процедуры, да, меня все спрашивали о результате, я очень довольна, несмотря на то, что я сделала всего одну процедуру, и пропустила уже, по некоторым причинам, просто не было времени, следующую процедуру, но, вот, в принципе, на этой неделе, в конце этой недели, я планирую сделать еще раз процедуру, еще раз проколоть личико, результаты отличные, правда, у меня подруга уже сделала четвертую процедуру, у нее кожа еще более проблемная, сухая, ну, замечательные результаты, правда, и, вот, пока планирую, как бы, свою кожу подпитывать гиалуроновой кислотой, такими процедурами, ничего другого, я со своим лицом, еще раз повторю, никогда не делала, вот, пока только крема, надеюсь, вам было интересно, не судите строго, в принципе, ничего, у меня сверхъестественного, суперлюксового нет, в косметике, ну, если у вас есть какие-то свои рецепты, классные, или, можете посоветовать, какие-то крема хорошие, для сухой кожи, ну, я буду очень рада вашим советам, так что, всем пока, я буду очень рада,